и травы лучше конечно прочитать рассказ чем цитировать в этой роще березовой вдалеке от страданий и бед где колеблется розовый не мигающий утренний свет где прозрачной лавиною льются листья с высоких ветвей спой мне и волга песню пустынную песню жизни моей мне не пришлось колебаться в выборе своей профессии но окончательную точку поставили в моей жизни книги Константина Георгиевича Паустовского именно благодаря Паустовскому я стал моряком именно благодаря Паустовскому мне пришлось плавать по всему миру я и со мной совершали путешествие книги Константина Георгиевича Паустовского мне пришлось встретиться в конце жизни с Константином Георгиевичем я подарил ему благодарность за его творчество кусок знаменитого фрегата Паллада на этом корабле плавал Гончаров Нахимов этот корабль мы достали кусок этот достали мои друзья в императорской ныне советской гавани и я отвез в Москву Константин Георгиевич правда был болен но подарок достал ему громадную радость и мы говорили с ним о Севастополе о кораблях о море порядка четырех часов мне было очень приятно это общение и очень приятно было общение с человеком который так любит море и он сказал что великолепная вещь это морская романтика которая сейчас уже немного подзабыта но она не подзабыта книги Паустовского плывут по всем морям и океанам в каютах моряков и ласково перебирает их страницей теплый сказочный ветер саран нет книг то это великое достоинство писателя книги Паустовского уникальны потому что он сам человек-памятник человек-памятник книги реликвия дорогие друзья праздник будет традиционным и раз в пять лет все почитатели все кому дорого творчество выдающегося русского писателя человека они будут собирать собираться здесь на этом священном месте который открыл нам Константин Георгиевич Паустовский здесь среди нас присутствуют гости из Франции из Вьетнама из Германии я очень взволнована потому что я здесь в тех ну свершенных местах в рассказе «Линский омут» я читала я изучила я перечитала нам со своими студентами мы старались даже переводить ведь нет это слово омут а слово омут не переводимо на на французском языке очень трудно переводить это слово а а а а труднее всего вспомнить как байет началось очевидно писательство возникает в человеке как душевное состояние гораздо раньше чем он начинает исписывать стопы бумаги возникает еще в юности а может быть и в детстве в детстве юности мир существует для нас в ином качестве чем в зрелые годы в детстве жарче солнце гуще трава белья дожди ярче небо и смертельно интересен каждый человек и константин полустовского как он говорил сам было 2 родины это село городище на украине на берегах реки розь и вторая родина как он называл ее это рязанская мещера которая как вы знаете находится на излучине оки и поэтому не случайно что проявив округ когда он жил под рязаном на мещере он потом уже в конце жизни поселился именно в Тарусе потому что здесь протекает та же замечательная русская река когда я начал знакомиться с его ранними вещами с его ранними записками я видел что многое из того что сейчас нам стало мешать жизнь в последние десятилетия он видел кого заранее своим каким-то особым писательским взглядом писательским сознанием я хочу сказать что в наше время такого что ли нелепого разделения Украины и России это конечно прошло через сердце Паустовского потому что он считал что культура этих народов нерасторжима точно так же как для него в его сердце всегда навсегда осталась река Рось и река Ака я не хочу разочаровывать Тарусян относительно того что вот любил он Тарусу или больше любил он скажем Аку и Солочью где я и бывал часто и жил рядом долго и любил Рось и в частности городище где мне привелось в тринадцатом году родиться нет он так же любил Одессу он так же любил Киев Батуми Тифлис Каракумы Карабугас Черное море ему стоило прикоснуться к земле к правде к человеку к нуждам человеку к душе прекрасный человек и он навсегда оставался пленником этой земли и в этом смысле он великий интернационалист он великий колдун он волшебник работавший всегда и всю жизнь на сближении людей поэтическое восприятие жизни всего окружающего нас величайший дар доставшийся нам от поры детства если человек не растеряет этот дар на протяжении долгих трезвых лет то он поэт или писатель ощущение жизни как непрерывные новизны вот та плодородная почва на которой расцветает и созревает искусство не уподобившись волхван не видя света из-за марева я опоздал с любовью к вам на полстолетия без малого но что ни год но что ни год от ваших чар все чаще на душу о боже мой и исходит светлая печаль и свежесть вести неопущенной на море черном на окель мне ваше слышится дыхание седова юношества хмель сгадали все благоухание у культовского было два бога русская природа и мировая культура и обоины сейчас приходится очень и очень плохо очень тяжело я не верю я надеюсь что они не погибнут ибо гибель природы и гибель культуры означало бы гибель человечества конец света я надеюсь что люди опомнятся и не допустят этой гибели но им приходится очень страшно посмотрите какие книжки продаются посмотрите а паустовского нет и поэтому я вас очень прошу всех взрослых давайте вашим детям читать паустовского приучите любить паустовского и тогда может быть мы как-нибудь выберемся отсюда мне кажется что основной чертой писателей человека паустовского было не умение лгать для этого требовалось огромное мужество он никогда не лгал а это было время когда ложь пронизывала все существование и личные жизни людей и государства врали все учебники в школах плакаты которые висели над нашими головами лекторы выступающие с равными по разным специальностям но говорившие сплошную ложь это было время сплошного вранья как константин георгиевич паустовский всегда говорил правду еще была замечательная черта в его характере знаете это была некоторая такая детскость мальчишество которое он сумел сохранить буквально до самых последних дней вот я помню как уже много лет тому назад я борис балтер и константин георгиевич паустовский мы плыли по оке отыскиваем место где мы можем построить хижину и жить вдали значит от людей но вот этот замечательный человек всю свою жизнь испытывал давление поругание не только со стороны так сказать начальства которому и положено давить и ругать но часто между прочим и со стороны вроде бы даже своих одиночников друзей принесло они постоянно упрекали его в том что он не борется что его книги лишены абсолютно борьбы которой должна счастливить человечество все за что-то боролись шарманка шарлатанка как сладко ты поешь шарманка шарлатанка куда меня зовешь шагаю еле-еле вершок за пять минут ну как дойти до цели когда ботинки жмут работа есть работа работа есть всегда хватило б только пота на все мои года работа расплата за ошибки она ведь тоже труд хватило хватило улыбки когда под ребра бьют работа есть работа с и это с тем и к м и Вот если отправиться на какой-нибудь доске или на плоту, то прямо как раз и попадёте к калитке сада. Вот что написал Каустовский об этих местах в предисловии к собранию сочинений. Так иногда бывает. Увидишь какую-нибудь полевую дорогу или деревушку на Косогоре, и вдруг вспомнишь, что уже видел её когда-то очень давно. Может быть, даже во сне. Но полюбил всем сердце. Так же случилось у меня со Средней Россией. Она завладела мной сразу и навсегда. Я ощутил её, как свою настоящую давнюю родину, и почувствовал себя русским до последней прожилки. С тех пор я не знаю ничего более близкого мне, чем наши простые русские люди, и ничего более прекрасного, чем наша земля. Я не променяю Среднюю Россию на самые прославленные и потрясающие красоты земного шара. Начало нашей жизни в Тарусе было фантастическим и стремительным. В течение одного дня, ранней весной, марта 1955 года, мама приехала в Тарусу и купила половину маленькой избы. Сейчас вообще даже трудно. Половину маленькой избы. Вот эта историческая фотография, этот кусок снят с той стороны за Тарусской, оттуда снят. Трудно даже себе сейчас представить, что вот здесь сад, огромные деревья выросли. А это был голый какой-то косогор, на котором ничего не росло. Хозяин важно продавал полуразрушенную избушку, потому что считал, что продает огромную плантацию клубники. И деньги, собственно говоря, брал за эту клубнику. Правда, ранней весной, когда мама начала перестройку, временную перестройку дома, вот тоже сохранилась фотография, первое, что она сделала, она уничтожила всю эту плантацию клубники под ужасные вздохи соседей. Засадила весь участок маками. На вот этом огромном открытом косогоре, засаженном маками, была построена беседка, для того, чтобы Концмевич мог там от нас, от всех прятаться и работать. Он очень в это время написал два смешных письма Смоличу. Первое полное отчаяние, где он сказал, что Таня купила тут с какой-то избу, а второе уже более-менее примиренческое, называет, что халупа меняет вид. Часто говорят, вот такой сад, наверное, Паустовский любил заниматься цветами. Надо сказать, что он не любил заниматься цветами, ему даже это не приходило в голову. Но разглядывать цветы он очень любил. Он же очень рано вставал, пока все спят. Концмевич очень плохо видел. У него было очень плохое зрение. И он это человекно скрывал, как очень многие люди, которые плохо видят. Но по утрам несколько раз его ловили близкие на том, что он был обход в саду. Он слупой смотрел, разглядывал каждый цветок. Вообще он говорил, что нету красивого или некрасивого цветка. Вот когда мы еще жили в Солочи, в Мещоре, мы там очень часто ходили в луга с ним. Я очень хорошо помню, как он говорил, что если даже самый маленький полевой цветок посмотреть в луку, он будет гораздо красивее орхидеей. Надо только его вот разглядеть. А это самое плохое зрение, когда он читал, выдавалось. Потому что он вдруг вот так делал. Да, и водил. Ага, и было видно. Надо сказать, что теперь, когда приходят туристы в наш дом, очень многие бывают, как говорила моя бабушка, фрапированы. Они говорят, боже мой, как бедно жил Паустовский. Надо сказать, что Паустовский жил не бедно и не скромно. Это совершенно другое слово и другое понятие. Он жил без излишеств. Этот дом сделан без излишеств, как и, в общем, вся жизнь Константиновича с мамой, потому что она тоже была такой человек. Все вот эти внешние приметы жизни, их как-то мало, обоих интересовали. Поэтому дом простой, ценных вещей абсолютно никаких. Мебель была куплена советская в магазине по принципу самая дешевая и самая простая. Но зато сама жизнь внутри дома была здесь замечательная. Вы знаете, вот это сколько ни говори, ни рассказывай, все это телевизионное такое интервью. А по существу, если красиво нам древние грузины и всякие другие народы говорят, за жизнь человек должен посадить, одно дерево, жизнь небесная. Тогда вместо всей этой болтовни, вот вы снимаете эту фотографию крупно, и то, что есть. И все будет ясно, кто тут жил на этой земле. Ничего объясняю, все понятно. Одни говорили, бедно жил, другие говорили, богато жил. А тут уже, когда жизнь закончилась, есть эти свидетельства. И вы знаете, вот эти все деревья, это и есть свидетельства. Как бы мы их потом не рассказывали, как бы не говорили. И есть в любую сторону повороты от этих свидетельств. Этот дом считался богатым. Считался богатым, потому что, представьте себе, что каждый вечер ели. Это ведь как вот соберутся, выключили свет, включили свет, поставили свечи, выключились, а все ели. Все ели, 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 ели. И по многу народу. И бесконечно до двух часов ночи. Конечно, богатый дом, это же дураку, понятно, что он богатый. А что делало это? Темпераментная, вонсе, очень порывистая, очень такая своенравная женщина своими руками. Больше из желания не ударить в грязь и сделать этот дом живым и открытым. Здесь есть еще такая фотография, как через два года к Новому году здесь встречали Новый год. С 1956-го переход на 1957-й год. Это был единственный год, когда дом был весь вот в законченном виде. И в этом году единственный раз Новый год встречали здесь. Здесь у Констаневича уже совершенно другой вид. Он очень доволен. Абсолютно доволен. Он улыбается, хозяин стоит около избы. Синяя крона, малиновый стол, Звяканье шишек зеленых. Где-то по комнатам ветер прошел, Там поздравляли влюбленных. Где-то он старые струны задел, Тянется их перекричка. Вот январь накатил, Налетел бешеный, как электричка. Это были одни из самых двух таких счастливых и веселых лет в жизни этого дома. Это 1961-й год. Потому что дом был почти беспрерывно полон молодежи. Ну, относительно, конечно, молодежи, относительно Констаневича Георгиевича. Потому что большинство авторов Тарусских страниц были тогда еще молодые писатели, которые не могли и не имели возможности опубликовать свои вещи в центральной прессе. Собственно говоря, поэтому и была задумана Тарусская страница, для того, чтобы помочь людям, молодым и талантливым писателям, опубликовать свои вещи. Вот так была впервые опубликована проза Булата. «Будь здоров, школяр», которая тогда не имела никаких видов на то, чтобы быть напечатанным в центральной прессе. Булат на этой террасе, в этой столовой, в углу здесь пел много раз. И при свечах пели чаи, пекли какие-то лепешки. Мама пекла, всегда эти пироги были вечером. Вообще такая простая, но хорошая жизнь. И, конечно, теперь дом живет в основном воспоминанием. Мы в пух и прах наряжали тебя, Мы тебе верно служили. Громко в картонные трубы трубя Словно на подвиг спешили. Даже поверилось где-то на миг Знать просто души сердечно Женщины той очарованный лик Селить с твоим празднеством вечным. КОНЕЦ Продолжение следует... 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 Ну, в общем, это был праздник, большой праздник для меня. Ну, чтобы от скуки я надеялся понять, как умеют эти руки, эти звуки извлекать. Из какой-то деревяшки, из каких-то грубых шеев, из какой-то там фантазии, которую служил. Да еще ведь надо в душу к нам проникнуть и поджечь, отчего ж не церемониться, чего ее перечить. Эта повесть в числе других была включена в этот сборник на русские страницы, и он стал набираться, и очень долго его не выпускали, и всем арестовывали, и запрещали. И только благодаря Паустовскому кое-как удавалось пробить все рогатки, и, наконец, эта многострадальная книжка вышла. Вот она вышла, в ней был обозначен тираж 75 тысяч, но ее выпустили только 30 тысяч, было запрещено ее поставлять в библиотеки, и можно было продавать только с лотков. И ее в один день раскупили, и она стала, в общем, конечно, библиографической редкостью, потому что 30 лет тому назад 30 тысяч тираж для страны, для нашей, в общем, это пустяк, конечно. Ну, потом я помню в связи с этим такую очень смешную историю, как мы в литературке все собрались, когда появилась эта книжка, мы все стояли, авторы этой книги, и держали ее в руках вожделенные, радовались. В этот момент открылась дверь, вошел критик Григорий Соловьев, критик такой очень страшный в те времена. И он поздоровался с нами, у него в руках была книжка Тарусских страниц, он сказал, радостно, ребята, вы видели эту книжку? Вот можно, не раскрывая ее, только по фамилиям на обложке, уже писать разгромную статью, сказал он радостно. Ну, а потом было очень много разгромных статей, с книгой этой боролись, по глупости, конечно, сегодня это смешно вспоминать. Ну, тогда была такая ситуация, такое время. Ну, вот. Потом мне сказали, что особенно среди моих песен, значит, Константину Георгиевичу нравилась песня «По Смоленской дороге». Ну, вот я ее могу прочесть. По Смоленской дороге леса, 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 по Смоленской дороге столбы, 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 над дорогой Смоленскую, как твои глаза, две вечерних звезды голубых моих судьбы. По Смоленской дороге метель в лицо, в лицо, все нас из дому гонят дела, дела, дела. Может, будь понадежнее рук твоих, покороче б, наверное, дорога мне легла. По Смоленской дороге леса, 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 леса. По Смоленской дороге столбы, гудят, гудят, на дорогу Смоленскую, как твои глаза, две вечерних звезды голубых глядят, глядят. Только бы это все не запуталось в этом дурацком современном потоке воспоминаний, где все друзья Куджавы и те, кто его вытаскивали со сцены, где все друзья Высоцкого. Сейчас какой-то рай там, понимаешь, и друзей навалом. А на самом деле все это было и давалось гораздо дороже, гораздо труднее, гораздо дороже, чем оно. Потом в наших воспоминаниях выглядит. Мне представляется, что мы не только сегодня в столетии, мы должны быть такие праздники, может быть, ежегодно, то есть, может быть, не так широко, может быть, более скромнее, но все-таки праздновать. Как вы считаете, вот сегодня, мне кажется, все-таки... Я думаю, что естественно должно быть. Это мы 60 лет много искусственных праздников праздновали, знаешь, это все было. Но и в том числе потонули и хорошие, важно, какое обличие одевали, они тоже были не дураки, они же понимали, что куда, ну, по Устовскому не праздновали, а что-то было. И постепенно сейчас, ну, как сказать, сейчас, может быть, освободится это, вот, в связи с возможностью людей думать, понимать, что хорошо, что плохо. Может, на следующем празднике мало у вас будет. Не, больше будет. Но если будет мало, не важно. Больше важно, кто приходит. Вот настало это время, слава тебе Господи, понимаешь, вместо этих объявлений полный стадион, не полный стадион, уже по мозгам, по совести начали к людям отрезать, они как баранам и порогам. Так вот, это самое главное. А там, глядишь, и побольше, глядишь, вы что-то придумаете. А может, и так вот обрастет, может, и вы... Греки говорили, один для меня 10 тысяч, если он наилучший. Ну, конечно. Ну, я очень рада, что сегодня за этим столом собрались люди, которые знали Констангельевича и любили его. Констангельевич был человек веселый, компанейский, любил, чтобы у него в доме собирались люди. Поэтому так приятно, что сейчас здесь вот мы все сидим. Константин Милович, он отличался этой общительностью необыкновенной и был человеком затейливым до предела. Вот картинка. Мы в Крыму, в Ялте. Значит, там всякие серьезные прозаики, драматурги появляются. Паустовский пост на завтрак приходит. Работал уже с утра. Причем работал так, как это он умел. Мучаясь, что не получается. А что, если не получится? Разучился писать. Это только плохие писатели думают, что каждая строка, выпущенная имя, это идеал и шедевр. А он терзался, еще когда «Золотую розу» писал, до конца терзался и не раз об этом писал. Ну что же, появляется, он задерживает в столовой. Смотрит на нас. Ну, скажем, Крон, Александр, Малюгин, Леонид. Ну, человек пять-шесть нас смотрит и говорит. «Ой, что-то у вас такие лица скучные. Кажется, вы собираетесь работать». Мы говорим, ну да, ну как же, семинар идет надо со студентами. И он говорит, ночью в порт пришел корабль, судно пришло, пассажирское. И называют его точно. Он жил всегда на втором этаже, в этих двух комнатах прекрасных. Винок. И все наблюдал. И там буфетчица Галя, и у нее есть шампанское. У нее есть такое-то вино. И что, через 10-15 минут мы все гуськом за ним бредем вниз оттуда с горы Галя, которая, оказывается, совсем не Галя. Но все равно у нее есть шампанское, и она улыбается широко, увидев Константин Георгиевич. Он вносил в жизнь необыкновенный элемент импровизации. А она основана на вере. Что такое импровизация? На вере в возможности жизни, в человеческие возможности. И так это все размечено. Вот это было совершенно удивительно. А как мы ее любили все. Он получал массу писем от читателей. И говорил, что если из этих писем составить книгу, то будет интереснейшая книга. Это была его мечта, но она так осталась неосуществом. Но некоторые письма он выписывал даже в особую тетрадочку. И таким образом они попали ко мне. Переписывал. И вот оттуда как раз вот это самое письмо Пришины есть. И есть письмо одного человека, рядового читателя. Который Иван Иванович Иванов. Надо же такое сочетание чудесное. Человек, который прошел очень тяжелый, значит, период жизни лагеря и так далее. И для него стимулом жизни было чтение произведений Константинга. Для меня загадка всегда, вы знаете, огромная. Почему так на наших глазах вырастала всенародная любовь к Узборскому? Это можно сказать без всяких юбилейных преувеличений. И параллельно этому процессу шли скептические, брюжащие, скучные... Я бы сказал, шоще. Да, ну я не буду в такой день солнечный, прекрасный суждения, критики. И не только плохих людей. И это было бы очень просто объяснить, если бы это плохие люди. Нет, в чём дело? Даже не в зависти дело. Я думаю, всё дело в величайшей его простоте. Это простота, но простота художественная. Это то, что начиналось от прозы Пушкинской, от «Капитанской дочки». Это то, что не приняло этой густых мазков, знаете, этой живописи, прозы нашей начала 20-х годов, тоже в талантливых иногда образцах. Это хрустальное, это ручейковое, звучащее, ну, бунинское, чеховское. Это казалось отжившим. Это казалось... А когда попадали его книги за рубеж, то любопытно, и Шмелёв, и Зайцев, и Бунин просто были ошеломлены. Что-то отсюда, от нас, от земли. Да, вот. А приходит вот такая литература. Когда Бунин в 47-м году в Париже прочитал главу из «Повести о жизни», и Бунин написал тогда по Устовскому, «Дорогой собрат, я прочёл ваш рассказ «Корчевана-Врагинки», и очень хочу вам сказать о той редкой радости, которую испытал я. Если исключить последнюю фразу этого рассказа под занавес, он принадлежит к наилучшим рассказам русской литературы. Привет, всего доброго. 15 сентября 47-го года, Иван Бунин. Как каждый большой писатель, Бунин много думал о счастье, ждал его, искал, и когда находил, то щедро делился им с людьми. В этом смысле очень характерны две его страхи. О счастье мы всегда лишь вспоминаем. О счастье всюду. Может быть, оно, вот этот сад осенний за сараем, и чистый воздух, льющийся в окно, в бездонном небе, в лёгким белом краем, встаёт, сияет облако. Давно слегу за ним. Мы мало видим, знаем. О счастье только знающим дону. Он у себя мыслил и видел поэтам. И он не думал, что он был и прозаик. И так он очень любил Бунина. И я скажу, что это была какая-то особая, так сказать, привязанность всей его жизни. Он решил послать стихи на суд Бунину. И надо сказать, стихи были не сильные, конечно. Это были стихи подражательные. Бунин сказал, что в стихах вы поёте с чужого голоса. Ваше призвание, ваш настоящий удел в прозе. И если вы проявите максимум упорства, то, уверен, достигнете чего-нибудь значительного. Из книги «Золотая роза». Когда я был гимназистом, я, конечно, писал стихи. Такое множество стихов, что за месяц исписывал толстую общую тетрадь. Стихи были плохие, пышные, нарядные. И, как мне тогда казалось, довольно красиво. Сейчас я забыл эти стихи. Помню только отдельные струны. Например, такие. О, срывайте цветы на понижих стеблях. Тихо падает дождь на полях. И в краях, где горит дымно-алу осенний закат, пожелтелые листья летят. Чем дальше, тем больше я нагромождал в стихах всяческие, даже бессмысленные красивости. И опалами блещет печаль о любимом Сааде на страницах медлительных дней. Почему печаль блещет опалами, этого ни тогда, ни сейчас я объяснить не могу. Просто меня увлекало самое звучание слов. Я не думал о смысле. В стихах и неясном волнении прошла большая часть моей бедной и по существу довольно горькой молодости. Вскоре я бросил писать стихи. Я понял, что это мишура, цветы из хорошо раскрашенных стружек, сусальная позолота. Вместо стихов я написал свой первый рассказ. Очень ярко, одно из ярких впечатлений жизни, можно сказать, когда здесь впервые, вот именно за этим столом, именно в этой комнате сидели, значит, с покойной Татьяной Алексеевной, с покойным Константин Пьерычем и, увы, тоже с ныне покойным моим очень большим другом, писателем Юрием Кузаковым. И как Константин Пьерыч рассказывал о... Он только что вернулся из Болгарии, и как он рассказывал... Впоследствии это было опубликовано, и вошло в его рассказы. Но я был первый слушатель, по-видимому, мы с Казаковым были первыми слушателями, того, как он страшно образно говорил, но это же был гениальный рассказчик, как он очень образно говорил о воде в гавани Созополя, которая напоминала ему оливковое масло. Как вот эти самые пастухи, пастухи, которых он сравнил с библейскими патриархами, спускались с овесими антарами с гор. И вот на фоне всех этих самых его рассказов я тогда впервые слышал Паустовского рассказчика, вот прямо вот за этим столом. Потом мне посчастливилось, мне приходилось сказать, слушайте, еще не раз. Фёдменьевич, а вот как-то создается в общественности такое впечатление, что вот так вот Паустовский как-то был немножко в тени, а как-то его не знали, его прижиме. Его пытались поучать. Да, вот я хочу... Плохо не говорят, но покойный Екатерин Алексеевна Фурцева его просто пыталась поучать, на что Екатерин Георгиевич с большим достоинством сказал, что, знаете, Екатерин Алексеевна, я постарше вас. Фёдменьевич, я бы хотел, чтобы немного эти дни попросили. Прекратили подписку на собрание сочинений. Когда она перевалилась за 300 тысяч, когда просто физически не могли бы дать такое количество вагонов бумаги. А в это время мы знаем, как подписывались на хороших, назывались нехороших писателей, того же Леонида Леонова, например. Да, да, не он филищен. Я знаю, просто не только уважение, а почтение, любовь читателей. В моей благодарной памяти, как, наверное, благодарной памяти многих его читателей, мне опять-таки посчастливилось, лично быть знакомым с Паусловским, он навсегда останется человеком света. Человеком той высокой традиции, которая вот дала тот высокий всплеск российской культуры, вывезший ее на мировую арену на рубеже 19-20 веков. Вот. Я думаю, что я, может быть, не ошибусь в своих, так сказать, суждениях на эту тему. Может быть, Алексей Владимирович, как-то это дело, если не подтвердит, то, может быть, выразит какой-то согласен. По крайней мере, опровергнет. Нет, нет. Это невозможно. Я Поленова опровергать не буду. Мы с ним в детстве уже плавали в холодной воде, так что нам же не рассорят. С риском для жизни. Да, не рассорят. Я просто думаю, что, вы знаете, ну, как я, судить или расценивать сочинение Паустовского, конечно, не моя очередь, да я бы и не взялся за это. Это без нас время сделает совершенно справедливо и четко. А вот то, о чем говорит, видите, вот это важное для меня какая-то черта той жизни. Ну, действительно, сейчас другая жизнь, честно говоря. Тут другая была совсем. Понимаете, кроме всего прочего, вокруг Паустовского, вокруг этого скала, вокруг этой семьи летала особая, совершенно особая атмосфера, конечно, несимпатичная абсолютному большинству людей, в которой люди обретали подлинные измерения вещей людей. Здесь кто был хорошим, тот и был. Здесь добро было добром, зло злом. И это в те времена, сейчас, пожалуй, молодым людям трудно это объяснить, но в те времена постоянного, так сказать, декорирования и преувеличения, чего надо преувеличивать, это имело огромное значение. Я сейчас опять вспоминаю, ну, что же, ведь это целая плеяда, вот тут же та русская страница, то ведь, не шутки, но в те годы. В те годы, ну, да. Сейчас объяснить не могу, он прошел, издал там, знаешь, про порнографию, что хочешь продавать в переходе, сейчас это не объяснишь. Но в те годы это, и даже дело опять не в том, лучше или хуже там собрано рассказать, опять не в этом, а в самом вот этом кружке заговорщиков, где были настоящие, вечные, человеческие критерии вместо картонных. И это было действительно как некая, ну, так сказать, возможность, знаешь, чего-то чистого попить, вот это там, подышать чем-то, и дальше, опять в реальную жизнь. Когда мне не в мочь пересилить беду, когда подступает отчаяние, я в синий троллейбус сажусь на ходу, в последний случайный, я в синий троллейбус сажусь на ходу, в последний случайный, последний троллейбус мне дверь отвори, я знаю, как взявкою полночь твои пассажиры, матросы твои приходят на помощь. Твои пассажиры, матросы твои приходят на помощь. Я с ними не раз уходил до беды, я к ним прикасался плечами. Как много представьте себе доброты в молчании, в молчании. Как много представьте себе доброты в молчании, в молчании. Последний троллейбус плывет по Москве, Москва, как река, затухает. И боль, что скворчонком стучала виски, стихает, стихает. И боль, что скворчонком стучала виски, стихает, стихает. Что интересно, что вот эта комнатка, в которой мы сидим, она вообще называлась терраска. Почему терраска? А это терраска? Нет, это терраска, потому что когда приобрел этот дом отец, то здесь было все вот эти две комнатки маленькие. А здесь была просто открытая терраска. Я, по-моему, когда пришел сюда, в 55-м году. Ну, как же я был терраска, когда я сидел? Терраску построили сами на одно лето. А летом 55-го года. Я ждал, я ждал. Ну, что же такое? Близкие люди и не поспорят по фактической стране. Не бывает. Важно, что когда я пришел сюда, терраска уже была. Я спал на ней, и ночью ко мне еще гусы не приходило, топало и крякало здесь. А потом, когда Татьяна Алексеевна расширила весь дом, вот пристроен был кабинет и так далее, и, видимо, большая комната-гостиная, ее так называют терраской. Так она и осталась. Вы даже, может, не знаете, почему терраска. Вот там она и терраска. И что интересно, вы говорите, значит, с Каложской. Дело в том, что Ака, скорее, может, объединяется, потому что он до этого многие годы жил в Солодче. Солодче, Солодче. И здесь, как тоже, как за приемственность, вот в кабинете, обращали вы внимание или нет, висит на правом углу портрет старика деревенского. Это дед Семен Елесин. Торопщик, что ли? Это, ну, сказать... Последний единоличник в России. Да, единоличник, он принципиальный был единоличник. Понимаете ли? Он был очень интересный человек. И он очень любил докапываться до корней слов. И поэтому все время у него с отцом возникали какие-то дискуссии, разговорные в тему. И отцу очень нравились его такие, кстати, языковеческие изыскания тела Семена. Что-то он записывал. И когда он начал писать «Золотой розу», он их использовал. Помните это было алмазный язык? Родина, родник. Там он говорит, что он встретился с лесником, лесник. Ну, это как раз не лесник, а этот дед Семен Елесин. Я большой любитель разбирать слова, неожиданно сказал лесник и смущенно усмехнулся. И вот скажи на милость, бывает же так, что пристанет к тебе одно слово и не дает покоя. А какое слово к вам привязалось сейчас, спросил я. Да вот это самый родник. Я это слово давно приметил. Все обхаживаю. Надо думать, получилось оно от того, что тут вода зарождается. Родник родит реку. А река льет, стечет через всю нашу Матушку Землю, через всю Родину, кормит народ. Выглядите, как это складно выходит. Родник, Родина, народ. И все эти слова как бы родня между собой. Как бы родня. Повторил он и засмеялся. Простые эти слова открыли мне глубочайшие корни нашего языка. Весь многовековой опыт народа, вся поэтическая сторона его характера заключались в этих словах. Место Паустовского в литературе, это, конечно, так сказать, абсолютно никем никогда занято не будет. Но мне бы хотелось сейчас сказать, ну, провести некоторую параллель между его, ну, что ли, будем говорить, с автором, автором музыки, его северной повести, по которой был поставлен в свое время очень талантливый фильм, на мой взгляд, талантливый. Так вот, для меня почему-то вот с тех пор слиты вот музыка Александрова с прозой, великолепной поэтичной прозой Паустовского, в частности, его северной повести. И там, ну, эпидрофом, что ли, к этому фильму, да и к самой северной повести могут служить слова, стихотворные слова, стихотворные страфа поэта-батюшка, по память сердца, и сильнее рассудка памяти печали. Когда эта музыка была сыграна на студии Грамзаписи, где мне посчастливилось присутствие в то время, то оркестранты встали и стали выражать, ну, самую высокую степень восторга ударами смычков. Вот, мне это очень запомнилось. И это, конечно, был, так сказать, не триумф, наверное, Александрова и, наверное, не триумф Паустовского, но это было свидетельство того, что эти люди, пришедшие, так сказать, к нам продолжателями вот этого серебряного века в литературе и музыке, оба были наследниками той высокой и очень красивой культуры, российской культуры, который знаменовался рубеж 19-20 веков. О, память сердца, ты сильнее рассудка памяти печальной, И часто сладостью своей Меня в стране пленяешь, да? Я помню голос милых слов, Я помню очи голубые, Я помню локоны золотые, Небрежно вьющихся волосок, Моей пастушке несовременной Я помню весь наряд простой, И образ милый, незабвенный Повсюду странствует со мной Ваше благородие. Вас спрашивают. Если дела в кинематографах немного образуются, то ведь наступит новый век по Устовскому. Вот я вспомнил все из картины. Да, действительно, это была заметная картина, И, тем не менее, сегодня Все это прочитывается по-другому и по-новому. Ну, конечно. И проза по Устовскому – это кладезь для кинематографов, Когда он перестанет быть рабом, Значит, торгашей, значит, пошляков. Я думаю, что мы будем еще свидетелями, Не только свидетелями, Будем ликовать и радоваться, как друзья и близкие люди Огромного поворота И такого заметного, видимого интереса Всей культуры К той работе гигантской, Которая сделана по Устовскому. Я, простите, Отнюдь не желаю брать на себя Всегда несвободных Роли Резонера. Просто хотел бы сказать так, что Суть нашей беседы, Это, по-видимому, сводится к тому, что Имя по Устовскому и его творчество Никогда не сотрутся временем. Это человек, который всегда стал над временем. Что было страшно тяжело Это было ужасно тяжело Это выигрышная позиция Это позиция муки, голгофы, психологическая Это гражданская позиция И, так сказать, дай Бог, чтобы многие исследовали А вот так вот по-человечески тоскует душа по нему? У меня всегда У меня всегда У меня всегда Вот Но тут, знаете, Александр Васильевич Тут я сошлюсь на своего знаменитого земляка Василия Андреевича Жуковского Бывший Белевский уезд Тульской губернии Который сказал совершенно классические слова О милых спутниках Которые наш свет своим сопутствием для нас животворили Не говори с тоской их нет Но с благодарностью были Вот По-моему, о этом сказано все И днюю И днюю И днюю В миг расставания В час платежа В день увяданья недели Чем это стало-то нехороша Что они все одурели И утонченные, как соловьи Гордые, как гренадеры Что же надежные руки свои Прячут твои кавалеры Нет бы собраться Им время унять Нет бы им всем расстараться Но начинают колеса стучать Как тяжело расставаться Но начинается вновь суета Время по-своему суньи И в суете тебя сняли с креста И воскресенья не будет И вот одно из последних впечатлений О разговорах с Паустовским Когда я тоже очень остро почувствовал Так сказать, глубину его мысли И работу его мысли Когда он посмотрел на вот это самое небо над Тарусой Посмотрел на заокские леса Уже тронутые, так сказать, осенним Палитрой осени И как-то задумался Когда уже после кончины Константина Георгиевича После того, как гроб был опущен в могилу Могила моментально была засыпана цветами Народа было очень много Это было, так сказать, для Тарусы Для масштабов этого города Которого я знаю со времен своего раннего детства Таких похорон здесь не было Могила была засыпана цветами Я тоже положил туда свои какие-то скромные цветы Но потом, что мне особенно дорого Я через несколько лет уже побывав в Одессе В осенней Одессе Я нашел дом просверняка Известный всему читающему миру Описанный Паустовским Представил себе Как все это было До того, как Этот дом был на двое расколот Немецкой авиабомбой в 1941 году И срезал там Несколько ветвей каштана И привез их сюда Для того, чтобы просто положить их На могилу Паустовского Это была уже глубокая осень Зная, как Паустовский любил Черное море Как он любил Одессу Как он писал об этом доме просверняка Я пришел специально сюда На могилу Паустовского Совершенно безлюдно Там кроме меня никого не было И Уже Сыпался Первый осенний снег И я положил эти Ветки каштана Уже трону Так сказать Временем Ну То есть уже увядшие Я положил на могилу Паустовского Сегодня Я Буквально За Два часа До Литургии До Панихиды Которая была отслужена В могиле Паустовского До Тех Проникновенных слов Которые были произнесены Над этой могилой Я привез Из Поленова За Два часа перед этим Срезанные Ветки Лиловые И Белые сирени И Цветы И Шмели И Трава И Колосья И Лазурь И Полуденный Зной Срок Настанет Господь сына Блудну Спросит Был ли счастлив ты в жизни земной И Забуду я все Вспомню только вот эти Полевые пути Меж колосьев и трав И От сладостных Слез Не успей Ответить Милосердным Коленем Припавь Слез